Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня на обзор модель известного персонажа вселенной Трансформеры Starscream. Данная модель появилась на свет в 2008-2009 году в Сеге Трансформеров Revenge of the Fallen. Модель выполнена в Voyager классе. Давайте его рассмотрим, как он выглядит с нанесенными вот этими принтами и надписьми на Кибертронском. Со спины его известные цыплячьи ножки. Сложенные крылья, но они так себе держатся, конечно, за спиной, но выглядит-то в принципе неплохо. Так, ну и что он у нас может? Давайте как-то посмотрим. Мне вот интересно, это куда-то поворачивается. Ааа, там по-моему, смотрите, вот обращайте внимание вот на эти шестеренки и вот на эти вот штучки. Эх, давай, давай, скрипит. Ну вот при повороте головы, по идее, должны вращаться эти вот механизмы. Сейчас я его подкреплю. Но, видимо, я не настолько удачно попал соединением. Они не очень вращаются сегодня. Но вот чуть-чуть можно заметить, что есть движение при повороте головы. Это вот такая фишка. Так, далее мне ощущение, что у него планировался лайт-пайпинг, но они благополучно закрасили глаза. И прозрачный желтый пластик в затылке бесполезен. Так, что он у нас еще есть? У нас есть рука, она вращается, поднимается. Поднимается еще вот так. Да, эта штучка может... Хотя она вот так вот, так еще, вот так вот, да. Кисть можно опустить, поднять, опустить, поднять. С ним идет в комплекте ракеты. Они выглядят вот так. Что ты не боишься? О! Их две. На правую и на левую руку. Эх пока извлечем. Ножки можно поднимать вперед, назад. И тут колено, оно как бы, вот оно, по умолчанию уже колено и так. Ну, хотя можно вот так вот. Оп, 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 оп. Ну и давайте странсформируем. Честно признаюсь, это достаточно интересный, забавный процесс. Складываем вот так ножки. Придерживаем и поворачиваем вот эту часть. Эту сюда, эту сюда. Эту ножку сделали. Повторяем. Повторяем. Раскрываем в эту сторону. Здесь достаточно плотно прицепляется, прижимается. Немножко вот здесь вот, видите, соединение. Во! Отцепили. Все замечательно. Так, руки пока так делаем. Поворачиваем их вот руками сюда. Дальше их надо вот туда вдавить. Плотненько. Они немножко выдавливаются. Во! Все, поставили. Все хорошо, все замечательно. Эту штучку опускаем сюда. Далее вот этот элемент. Здесь у нас по сути крыло, которое складывается вот так. Ну, или раскладывается. Как посмотрите. Все, с этой частью закончили. И теперь начинается самое интересное. Мы раскладываем его, можно сказать, на внешний фактор. Ну, на внешний фактор. Вот так вот, оп, и сюда. Практически тем самым формируем пол самолета. Отгибаем эту часть сюда. И это у нас будет задний хвост. Так же в этот момент можно прижать вот эти панели сюда. Разгибаем. Так вот здесь главное ровно сделать. Так, этот хвост сюда. Этот хвост сюда. И теперь самое простое. Руки мы заводим сюда. Заводим сюда. Смыкаем их. Все, вот они сомкнулись. И ставим на место крылья. Вот так вот мы их прижимаем. И заводим вот за этот черный выступ. Заводим, заводим, завели. Заводим, заводим, завели. Прижимаем эту часть. И это еще вместе тоже прижимаем. Практически все, как должно быть. Проверяем. Хотя, может быть, эту надо было наизнанку. Не, вряд ли. Нос. И вот наш раптор. А вот дальше забыл. Просто раптор, истребитель, раптор. По-моему, номер у него 39. А букву вот не помню. Не помню букву. Так, у меня ощущение, что тут пылька решила скопиться. Мое аккуратненькое. Кисточкой убегаем. Сверху. Вот какой нанесенный принт. Нос. Низ истребителя. Да, вот здесь можно заметить, когда она появилась на свет. В 2008 году ее отлили. И правообладатель ее, Hasbro и компания Tomy. К этому моменту, Takara объединилась с Tomy. И правообладатель Tomy. А общее название Takara Tomy. Сделано это было еще на заводах, которые располагались в Китае. Ммм, понял. Вот эта штучка, вот она, соединяется вот этой штучкой. Она имеет возможность вращения, и это вращение передается через трение с этим элементом на вот эти составные части. Давайте достанем у него шасси. Вот задние так выглядят. А передние надо вот извлечь и раскрыть. Вот оно такое вот. Ракеты можно присоединить под крово. Здесь есть специальная выемка. И вот мы их ставим. Только они нифига не держатся. Ну вот это сейчас вроде держится. И на второй крыло, да. Вот так вот он стоит. На ровной поверхности. Но все равно отпадут. Так что быть надо аккуратными с ракетами, которые стоят под крыльями. Во всех смыслах этого слова. Так, ну давайте начнем трансформацию. Снова выезжим робота. Отгибаем. Здесь вот эту часть. Здесь он крепко держится. Надо подковырнуть и вывести вот сюда. За эту черную штучку. Открываем. Сюда. 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 Раскрываем. Так, вот эту часть повернули. Это вывели на ту сторону. Так, сразу по удобству достали вот эти выступающие части. Это усиливает эффект от груди Старскрима. Эту часть подняли сюда. И состыковали. Так, вот эту часть сюда. А эту часть сюда. И состыковали. Да что тебе мешает? Я же вижу, что ты нормально должен вот сюда выйти. О, вошел. С этой стороны повторяем успех. Так. А, да, вот поворот. Разворот. Сюда. Что такое? Давай с этой стороны. Великолепно. И стыкуем их вместе. Крылья. Крылья достаточно интересны, кстати, вот эти реализованные. Но я бы добавил бы сюда пин, чтобы их можно было вместе плотно соединить. Чтобы они вот не раскрывались, не болтались, как не знаю что. Поворачиваем. О, выдвинули. Поворачиваем. Нога. Поворачиваем. Сюда. За спину. Красиво, видите? Ровно как вкладывается. Далее отцепляем вот тут. Выворачиваем. Здесь надо быть аккуратным. Иногда вот эта часть выходит из паза. Но это не страшно. Ее можно поставить на место. Самое главное, это именно вот таким образом выстроить объем задних вот этих вот крыльев. Это можно сказать такое соотношение с образом 3D персонажей из фильма. Все-таки есть небольшое отличие с тем, как он представлен в фильме, его условная трансформация и той трансформации, которую разрабатывает в каждой конкретной модели инженер-конструктор. Или конструктор-моделист. Да, вот такой вот невероятный Старскрим. В свое время он меня очень удивил своей конструкцией. Можно поставить в руки сразу. И снаряды. И на этом, в принципе, все. Да, вот такой вот Старскрим 2009 год серии Revenge of the Fallen, связанная с появлением фильма второго трансформера Месть Падшего. Думаю, стоит подписаться к нам на канал, поставить лайк этому видео и приехать в музей. Всем до скорых встреч.